друзья всем привет пользуюсь случаем хочу поздравить всех с уже наступившим новым годом с к сожалению я не захватил с собой бокал шампанского поэтому пью кофеек а сегодня я приехал в город тверь где я и предлагаю нам вместе с вами прогуляться а и и и и Железнодорожный вокзал Бурно отмечал Новый год и особенно это заметно по его посоху. Ландшафт города располагает ко всяким зимним активностям, вроде катания на лыжах или спуска с горы на санках. Сейчас я иду в сторону центра по Тверскому проспекту, это центральная магистраль города. Ее строительство началось в 1937 году и было продолжено после войны. Раньше вдоль проспекта ходили трамвайные маршруты. Но, к сожалению, вместо развития трамвайных сетей, в 2019 году от трамвая было решено избавиться. На пересечении Тверского проспекта и Советской улицы можно увидеть Вознесенский собор, который был построен в 1751 году в архитектурном стиле классицизма. Первый раз встречаю такие подпорки у дома, не знаю, насколько это вообще надежно. Неожиданная встреча с героями фильма «Один дома». Перед нами здание Тверского драматического театра, изначально построенное по проекту архитектора Обухова в 1760 году. Во время войны здание сильно пострадало и было капитально перестроено в 1946. Идем дальше по Советской улице. И сейчас мы посмотрим одну из самых красивых достопримечательностей – Тверской императорский путевой дворец. И как это часто бывает, пошел я не через главный вход, а в данном случае через парковку. Дворец является памятником архитектуры XVIII века, был построен в 1764 году по проекту архитектора Петра Романовича Никитина. В настоящее время в путевом дворце расположена областная картинная галерея, которую, если вы являетесь любителем искусства, я также рекомендую посетить. От здания дворца мы можем увидеть Спасо-Преображенский собор, первоначально построенный в 1689-1696 годах. Вот так выглядел собор до разрушения коммунистами в 1935. Реконструкция собора началась в 2014 году и продолжается по сей день. Дальше идем гулять по городскому саду. Современный сад находится на территории бывшего Тверского Кремля. Он образован в 1931 году в результате объединения трех садов – общественного, дворцового и губернаторского. На данный момент его площадь составляет 9 гектар. В центральной аллее открывается вид на Воскресенскую церковь, которая находится на другом берегу Волги. Сейчас я предлагаю пересечь Волгу по новому Волжскому мосту и прогуляться по другой стороне. Так выглядит практически полностью замерзшая река Волга. И вот мы уже с вами на другом берегу. Отсюда открывается вид на стрелку реки Волги и Тверцы и Святый Екатерининский монастырь. Одна из главных достопримечательностей города – Тверской речной вокзал. Сейчас находится в полуразрушенном состоянии. Он был построен по проекту архитекторов Гаврилова и Райского в 1935-м. Рассчитан на одновременный прием 550 пассажиров. До конца 1980-х годов действовали пассажирские линии, соединяющие Тверь с городами на Волге от Ржева до Углича. Несмотря на сообщения чиновников о возможном начале восстановительных работ, на данный момент они так и не были начаты. Воссозданный вокзал мог бы снова стать одной из главных достопримечательностей Твери, и точкой притяжения и отдыха для его горожан и гостей города. Как, например, это произошло с московским северным речным вокзалом. За зданием речного вокзала находится Успенский собор. Это единственное сохранившееся здание – отрочь Успенского монастыря, основанного в XIII веке и уничтоженного в 1930 году. О том, как выглядел монастырь, можно судить лишь по немногим сохранившимся старым фотографиям. Возвращаемся обратно на другой берег к администрации города, которая находится на улице Советская. Напротив стоит нарядная новогодняя ель, но к ней мы вернемся с вами чуть позже. А сейчас прогуляемся вдоль улицы к Тверской соборной мечети. Мечеть была построена в 1906 году на деньги мусульманской общины в архитектурном нео-мавританском стиле. Напротив мечети расположен католический храм Преображения Господня. Это относительно новое здание, построенное в период с 1994 по 2002 год. Можно сразу заметить необычный стиль здания, который сочетает элементы модернизма и готики. Еще одна из местных и в то же время спорных достопримечательностей города – бизнес-центр Тверь. По замыслу архитекторов проекта форма здания должна была напоминать гигантский олимпийский факел, ведь строительство началось еще задолго до Олимпиады 80-х годов. Но в народе укрепилось другое название здания – рюмка. Дальше идем по бульвару Радищево. Здесь расположен памятник исполнителю русского шансона Михаилу Кругу, который родился в Твери. И, как видно у памятника, много его поклонников, которые хотят с ним сфотографироваться. Главная пешеходная улица Твери – Трехсвятская. Тут расположены основные магазины и кафе, а также праздничная новогодняя ярмарка. Пройдя по этой улице, мы снова выходим к новогодней еле у администрации города. И как раз вовремя, потому что к этому времени зажигается вечерняя иллюминация. Вот такой получилась прогулка в первых числах нового года. Спасибо, что досмотрели ролик до конца и до встречи в следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова